всем привет в этом видео я расскажу как правильно заказывать кухонный гарнитур в салоне а ведь это действительно очень важно потому что кухонный гарнитур это не диван который занес и поставил кухонный гарнитур нужно подключить к электричеству и воде вот об этом и поговорим чтобы у вас все было сделано правильно а кухонный гарнитур работал исключительно исправно помогает мне мария руководитель салона мебели в этом салоне рядом и вы можете заказать любую мебельный заказ в том числе кухонный гарнитур почему я поднял эту тему потому что очень часто встречают в интернете буквально мольбы о помощи провели электрику вывели воду а кухонный гарнитур принесли и все стали переделывать потому что не там розетки не там вода точки не там вытяжка и все такое прочее вот почему так происходит сталкивалась ли ты с такими ситуациями когда приходилось переделывать розетки да конечно это ситуация довольно таки не скажу что часто в нашем случае но бывает а из-за чего в связи с чем связи с тем что зачастую иногда клиенты бывают что либо дизайнер не пишет что уточнить т.з. расположение розеток у мебельщиков либо клиенты когда без дизайн проекта а зачем уточнять но вот есть розетка есть принесли кухню поставили включили холодильник или духовой шкаф зачем что-то переносить есть нюансы потому что допустим холодильник он идет в полную глубину кухни то есть за ним места нет и это самая популярная ошибка что допустим там на какой-то высоте там 300 400 делают розетку за холодильником а этого делать нельзя да и как бы холодильник уже не помещается вот то есть розетку надо либо делать в цоколе либо соседнем модуле если это возможно поэтому вот такие нюансы духовой шкаф точно так же там за духовым шкафом розетку не поставить за посудомойкой там по вытяжке нужен нужна ось вытяжки привязка вытяжки к вентиляции сделать заранее очень много моментов тонких получается тот кто делал проект и расставлял розетки он старался сделать все правильно розетку за холодильником розетку за духовым шкафом за посудомойкой но по факту в эти места установить не получается потому что техника упирается в розетки правильно и видимо еще от техники зависит где-то можно где-то нельзя ставить розетку ну есть моменты которые категорично индия ставит а допустим там за посудомойкой за холодильником за духовым шкафом допустим там за звучит так как она меньше глубины там поставить можно но опять же сейчас все больше и больше новых моделей появляется бывает что они полную полной глубины идут поэтому лучше заранее выбрать технику какую вы хотите поставить про рисовать модель кухни чтобы каким для у вас будет стоять расположение и после этого уже думать где будет розетки но получается ведь люди сначала делают дизайн-проект рисуют квартиру и это правильно кстати сначала нужно придумать дизайн и внешний вид естественно в этот дизайн кухонный гарнитур как-то вписывается да и как бы параллельно по-хорошему вот каким образом лучше сделать допустим у вас есть тезе дизайнера где дизайнер пишет что уточнить расположение розеток ну сейчас мы дойдем до этого мне бы хотелось вот здесь уточнить то есть если делается дизайн-проект то дизайнер рисует кухню во всем интерьере то есть он придумывает дизайн интерьера вместе с кухней потом он делает чертежи и потом с этими чертежами клиент приходит в кухонный салон самостоятельно или вместе с дизайнером неважно по этим чертежам уже начали работать строители в этих чертежах указаны выводы для электро розеток и указаны выводы для ввода точек и для отвода воды то есть канализация получается проект уже сделан по нему ведутся работы кухня заказывается где-то ближе к концу ремонта уже после того как разводится электрика и вот клиент приходит в кухонный салон а тут ему говорят значит розетки у вас не в том месте выведены но в смысле не у вас а вашей квартире под кухонный гарнитур как избежать такой ситуации как бы ты порекомендовала поступать чтобы потом не переделывать эти розетки вот самое идеальное каким образом нужно сделать то есть у вас есть допустим дизайн проект готов готовы чертежи дизайнер рекомендация дизайнером это прописает что т.з. по розеткам уточнить умеет будущих согласовав перед этим с ними проект несмотря на то что существует проект с розетками плюс к этому нужно написать что просьба уважаемый заказчик прежде чем отдавать в работу строителям этот план необходимо взять схему у мебельщиков да совершенно верно потому что есть нюансы то есть например нюансы по технике построенные потом а также клиенты часто там хотят поменять местами ящики допустим которые на дизайн никак не влияет но на розетки может повлиять кардинальным образом лучше на момент когда вы делаете чертежи уже выбирает допустим подрядчика по мебели кто с кем вы планируете работать соответственно с ним уже проработать проект уже более детально чтобы где-то там надо перенести допустим там розетки что-то подправить там потолок оси вытяжки очень много нюансов там например по оси вытяжки там 5 сантиметров может быть критично да и уже розеточка торчит конечно к тому же там еще не розетка допустим может быть вентиляция да там торчать много нюансов канализация если это остров там его никуда там нельзя сдвигать надо чтобы был вывод там воды либо вывод электрики поэтому такие нюансы которые иногда кажется что какая-то там это ерунда это вообще не важно там можно все это переделать но к сожалению это важный момент особенно это касается тех кто делает без проекта например ходит по квартире и пальчиками тычет куда сделать розетку строителям так здесь у меня будет кухонный гарнитур здесь холодильник сюда розетку здесь мне пожалуйста над фартук розетку а здесь у меня будет духовой шкаф ребята вы рискуете попасть на переделки и в этом строители не виноваты это вы им показали куда устанавливать эти розетки чтобы избежать такой ситуации перед тем как сказать строителям куда делать розетки сходите в кухонный салон и закажите проект кухни как она будет выглядеть за этим проектом кухни вам сделают проект расстановки розеток и водоточек правильно и тогда ваши строители вот по этой схеме установят правильно так конечно тогда когда у вас станет кухня у вас каждый прибор будет запитом своей точке все у вас будет правильно гармонично все сделано проблем не возникнет отлично тогда если мы делаем с дизайн проектом то сначала рисуется дизайн проект делается план расстановки мебели ну например вот такой план расстановки мебели здесь мы видим где кухонный гарнитур он вот здесь прорисовывается внешний вид то есть 3d визуализация и вы как клиент удостоверитесь что все красиво вам все нравится например у вас шпонированные фасады красивый ясень поверхность у вас например кварцевый агломерат и внешне вам все нравится после этого после того как проект нарисован что мы делаем мы идем к производителю кухни правильно с этим проектом еще до того как началась стройка правильно я понимаю это следующий шаг мы приходим к производителю мебели показываем ему картинку и говорим хочу такой во первых вам считают и говорят сколько это стоит потому что цена может вас приятно удивить как мы это выяснили в предыдущих роликах кстати если вы не смотрели то по ссылочке пожалуйста переходите и смотрите сколько стоит столешница сколько стоят фасады и как это влияет на стоимость кухни и на внешний вид но мы переходим обратно возвращаемся точнее не переходим чтобы не быть ошарашенным ценой кухонного гарнитура лучше заранее к этому подготовиться и после проекта во время проекта нужно прийти к производителю кухонного гарнитура не важно на самом деле кто этот производитель важно к нему прийти да конечно важно прийти и попросить его сделать проект проект будет выглядеть примерно вот таким образом правильно я понимаю ну то есть это некая прорисовка с указанием материалов это будет вот такой фронтальный чертеж да и а вот этот я хотел показать да вот этот и будет вот такая схема с розетками здесь учитывается конкретные размеры конкретная фурнитура и фурнитуру вы уже проговариваете непосредственно с клиентом да мы уже говорим как что где будут какие механизмы как будет располагаться все нюансы то есть это тоже влияет на розетку мало ли выдвигается мало ли открывается мало ли поднимается плюс к этому необходимо выбрать технику да это обязательно то есть тоже в кухонном салоне там или вот вашем например салоне можно сразу же подобрать технику то есть проговорить какая нужна или сказать что я хочу вот такую пожалуйста мне и установите это будет влиять тоже на расстановку мебели и только после этого как кухонщики сделают для вас вот такой план вы поймете что да такая кухня годится по цене устраивает материалы нравятся все открывания проговорили после этого можно эти розетки эти размеры переносить в чертежи дизайнерские либо просто это приложить в дизайнерский проект и уже отдавать настройку вот тогда вам не придется переделывать ту работу строителей которая уже была сделана не нужно будет переносить розетки не нужно будет вырывать трубы и стены заново их прокладывать вы сразу же изначально все сделаете четко в тех местах где это необходимо правильно все рассказала совершенно верно или есть какие-то еще нюансы это самая оптимальная схема то есть как бы вот действуя таким образом у вас будет точный нормальный хороший результат по которому у вас вся техника встанет как нужно в общем рекомендация выбирать кухонный гарнитур в процессе рисования дизайн проекта если вы дизайн проект не рисуете то достройки необходимо сходить в кухонный салон и определиться с кухней во первых вы поймете сколько он стоит во вторых вы определитесь с материалом и что самое важное вы получите схему расположения электрики и воды друзья если ролик вам был полезен поставьте лайк а самое главное отправьте своим друзьям и знакомым ссылочку потому что наверняка они мучаются с розетками не знают куда их поставить а потом переделывают это же какие деньжище переделывать подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик